Приветствую всех, друзья! Только что завершился Беллатр-268, где Вадим Немков вышел на вторую защиту пояса против опаснейшего вкачанного жесткого литовца Джулиона Энгликаса. Также сегодня сразился Райан Бэддер и Кури Андерсон, и мы узнали еще одно имя финалиста Гран-при. Более того, я кшему рада вернулся в дело против Карла Абрексона, того самого, который нанес Вадиму Немкову первое поражение. Все это и не только мы сейчас обсудим, и конечно с Беллатром адски малой информации, и как всегда можно отыскать вообще где-либо, но я постарался. И более того, могу вас обрадовать, скоро мои обзоры Белика будут с видео, да с видео боев. Вам остается только поддержать лайком этот ролик. Это обзор, друзья, ММА-ревью, и мы стартуем. 23 октября Федор Емельяненко в главном бою вечера сразится против опаснейшего американца Тимоти Джонсона. Мой легальный партнер Париматч видит Федора фаворитом с коэффициентом 1,60, когда неуступчивый Джонсон серьезный андердог с коэффициентом 2,27. Выбирайте, кто здесь и как заберет победу, и залетайте к моему партнеру Париматч по ссылке в описании. Там суперская акция, фрибет на 1000 рублей. Это бесплатная ставка, если она заходит, чистый выигрыш ваш. И более того, у Париматч есть события не только по Беллатеру и UFC, там и футбол, и бокс, и хоккей, и киберспорт, и еще много-много всего. Ссылочка в описании. Начнем давайте с полутяжелого веса, где сразился Карл Абрексон против Давлиджана Якшимурадова. Давлиджан в прошлом бою дебютировал в Беллатере и сразу попал в гран-при, но уступил нокаутом Кори Андерсону. А вот его соперник Карл на самом деле нам очень даже знаком. В свое время он победил раздельным решением Вадима Немкова, в прошлом бою и выиграл Виктора Немкова. Сам же в Беллатере уже немножко побился, проиграл Филу Дэвиса и ранее еще до Белика проигрывал Иржи Прохаске. Такой, короче, интересный поединок и как он прошел, давайте смотреть. Начинает швед очень хорошо, часто клинчует, прессингует и Якшимурадов пока не может найти свою игру. Но в конце пятиминутки стало заметно, как Давлиджан почувствовал дистанцию, пробил пару тяжелых лоу-киков и заряжался на оверхенды. Во втором раунде, почти на старте, Альбрексон умудряется уронить Давлиджана, тут же бросается добивать и насыпает град ударов, забирается в маунт, но Якшимурадов выживает. Спустя пару минут поднимается, влетает в размен, засаживает очень плотное колено в прыжке, но, к сожалению, швед снова спасается переводом. Ну а третий раунд был уже конкретно на встречных курсах. Карл подустал, Давлиджан уже заметно хотел зарубиться, понимал, что бой от него уплывает, правда, Альбрексон снова оформляет ему перевод. Там, правда, уже позиции менялись, но когда Давлиджан вырвался буквально на минуту, он едва вертушкой не отправил Карла на задние трибуны. А после засадил пару тяжелых боковых, как там вообще стоял швед, непонятно, его шатало, но он снова сумел спастись в партере. В итоге бой дошел до решения судей, где, конечно, борьбой на очки больше наработал Карл Альбрексон. А Давлиджан терпит второе поражение в Беллатере подряд, хоть и за малым сегодня не отправил соперника в нокаут. А вот дальше у нас вышли биться два бывших чемпиона. Бенсон Хендерсон против Брента Примуса. Бывший чемпион UFC Бенсон сейчас идет на серии с двух поражений. Нужно было ему возвращать былые позиции, а вот Примус, тот самый, который вы помните, отбил ногу Чендлеру и забрал у него пояс, ну а потом в итоге и отдал в реванше. Сейчас выступает вроде неплохо, шел на серии побед приемами, но в прошлом поединке уступил Исламу Мамедову. Короче, оба после поражения и обоим нужна была победа и вот как прошел этот поединок. И это, конечно, друзья, был очень богатый поединок на опасные моменты. Начинается он аккуратно и сумбурно в стойке. Но как только бой дошел до Клинча, там Примус сразу решает прибрать инициативу в свои руки. Сначала он пробует Кимуру, после удушающий и следом тянет руку на рычаг локтя, но ничего не получается. Дальше Примус оформляет флэш-нокдаун и снова много Клинчи оппозиционной борьбы, где Примус смотрится, конечно же, получше. А вот третий раунд стартовал куда интереснее, а уже Бенсон роняет Примуса, после пытается выйти на удушающий. Но бренд его контрит, отвечает уже своей удушкой и не получается вновь. Но зато забирает львиную долю контроля, пытается добить и угрожает приемом вплоть до финального гонга. Но по итогу бой дошел до решения судей, где победа ушла справедливо Бренту Примусу. В коумейн-эвенте вечера бывший чемпион в полутяжелом весе Райан Бейдер вышел биться в полуфинале Гран-при против Кори Андерсона, бывшего топа UFC. Который, все помните, грезил убрать Джона Джонса, но упал от Яна Блаховича в нокаут. Бейдер, вы знаете, в Белатере уже давно чувствует себя как дома, был двойным чемпионом, провел он здесь 8 боев. Очень круто выступал и только Вадим Немков прервал его в инстриг и отправил в нокаут. Корише в Белатере пока идет превосходно, 2 победы и 2 нокаута, но и честно, он был куда заряженнее до чемпионского пояса хотя бы какого-нибудь. Ну а как же прошел этот бой, давайте смотреть. Начинается поединок очень резво и сразу, друзья, прошу прощения за качество. Делал все, что мог, чтобы не нарушить авторские права. Кори Андерсон летит вперед и сразу же в первом размене попадает очень точно прямо за ухо Бейдеру в висок. Бейдер, как подкошенный, тут же рухнул на конвас. Андерсон понимал, что такой шанс упускать нельзя. Хотя добиться 5 раундов не особо-то и хочется, включает всю свою мощь в гранд-эн-паунде и финиширует Райана Бейдера за 51 секунду. Отправляя Дарта навсегда в тяжелый вес защищать пояс и добыв третий нокаут в ряд в Беллатере. Серьезный, конечно, он парень и это финалист гран-при Беллатера и с кем же он сразится. А еще в перерыве мы встретили вот таких вот товарищей Сихудыча и Келвина Гастелума. Походу присматривали себе местечко в Белике. И в главном бою вечера чемпион весовой Вадим Немков вышел на вторую защиту пояса против новичка Джулиона Энгликаса из Литвы. Подробно мы с вами разбирали этот поединок. Немков должен был биться с Энтони Рамблом Джонсоном, но тот попал в больницу. Правда, Энгликас узнал про это еще за полтора месяца до поединка, уже готовился и пребывает в очень хорошей форме. И литовец на самом деле у нас опасный, угрожает борьбой, приемами и сам по себе очень крепкий. Ну а как же с этим справлялся наш чемпион, сейчас узнаете. Стартуют бойцы аккуратно, Вадим раздергивает и работает передней рукой, смотрится уверенно. Но натыкается на тяжеленную правую литовца и падает в такой флеш-накдаун. Но Вадим тут же не теряясь, сразу приходит в себя, оформляет перевод. На канвасе восстанавливается уже до конца, пробивает локти. И уже до гонга, в стойке, очень серьезно его разбивает и прилично обгоняет по значимым попаданиям. Второй раунд снова начинается под прессингом Вадима, и уже Джулиус вообще никак не может пробить хотя бы какой-то удар маломальский. Энгликас идет бороться, но немков его контрит мощным слэмом. Где до конца раунда сажает такие страшные локти, что казалось вот-вот рефери остановит этот поединок. Джулиус там уже был весь в крови, не ожидал он такого напора, но гонки его здесь спасают и раунд я бы отдал 10-8 уверенно. Третий раунд Вадим начинает по-борцовски, почти за старта легчайший перевод, снова град ударов и выход на рычаг локтя. Попытался Вадиму досрочить соперника, но тут выбирается. Немков потерял на секундочку позицию, но тут же без проблем все вернул на свое место и едва снова не вышел на рычаг локтя. В четвертом раунде Немков понимал, что борьба заходит здесь очень хорошо. Как мы и раньше говорили в разборе, уровень борьбы у Немкова очень серьезный. Он снова с легкостью оформляет перевод и уже не просто бьет на очки, знаете, а уверенно ищет финиш, пробует выйти снова на Кимуру. И с третьего раза поменяв позицию, он заставляет Джулиуса моментально постучать. Вау, по сути Вадим бой провел максимально круто и уверенно. Только открылась опасная сечка от столкновения головами и считайте пропустил только один тяжелый удар за раунд. Остальное все прошло очень уверенно и по-чемпионски. Хотя я считаю Джулиус себя еще покажет, реально запомните мои слова, реально сильный здоровяк. А Вадима я поздравляю с победой, вторая защита пояса подряд и финал против Кори Андерсона. Как думаете, кто кого? Вот такой вот, друзья, завершился турнир. Пишите, что дальше для Вадима Немкова, Бейдера и Андерсона. Какой бой больше всего вам сегодня зашел и какой поединок больше всего удивил? Чего ждали, а чего нет? На следующей неделе у нас бой Федора Емельяненко в Беллатере в Москве. И согласитесь, пока полмесяца UFC делали скучные и скудные карты, Беллатер прям набирает обороты. А у меня же на сегодня все. Ставьте свой мощный бойцовский лайк, этим вы очень сильно помогаете в развитии канала. Ну и конечно подписывайтесь и бейте в колокольчик. Всем мир, не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok